Друзья, перед нами 232 вебинар, нас всегда было немного, сейчас будет еще меньше. Рассылку получили далеко не все. Но, тем не менее, как говорила старая пословица, футбол состоится при любой погоде. Таким у нас. Итак, начинаем. Значит, это было 21 апреля, то есть 3 дня назад, была сфотографирована эта фотография. Это Сынская область, Украина. Это Персик-Хасанский, который в моем меморитуре перешел границу и оказался там. Вот. Вот чувствуйте разницу. Ниже я покажу несколько фотографий со своего сада. Вот. Ровно 21 числа, в этот же день, как тут, у меня лежало все в снегу. Правильно все почувствовали, но случилось так, что именно этому персику суждено покорить всю Украину. Украину уже всего. Потому что Украина, она очень большая и в разных регионах, разный климат. И только самые, как бы сказать, что такое для меня Хасанский персик. Это как автомобиль «Жигуль» первой модели, 21-01, который до сих пор вспоминает почему-то с радостью, с благодарностью. Вот. Вот так и тут. Вот посчитайте, что перед вами нет, не «Мерседес», а «Жигуль» первой модели. И мужики сразу поймут. Это значит, что перед нами прекрасное произведение искусства природы. Вот. И несмотря на то, что у нас в Сибири еще снег был три дня назад, все равно будущее есть в этой персике и в Сибири. Итак, один край наметили. Сахалин, покажу вам его. Второй край – Калининград, покажу вам. Это моя ширина. Широка страна моя, родная. И на всю глубину есть персик. Вот. О, в этом хаты Мансийском округе. Вот. У Кандаурова. Вот забрался куда. Ну, есть персик юг Украины, юг России. Вот так. Посмотрели? А почему? Сейчас поймете, почему я так долго об этом говорю. Итак. Косточки персика у вас купить не получилось. Купила в находке у садовода-любителя. Пишет, что Хасанский. Заложила на статификации 24-го... Опять 24-е. Но января. Сибири на банку пол-литра. По 5 штук строительный песок, как у меня. Закрыла железными крышками. Опустила подполье. И температура плюс 4 градуса. Вот. Первая косточка проросла 9-го марта. Росток погиб. Через 3 дня. Через 60 дней я встречала с сертификацией. Начали порастать. Прорастла треть косточек. После этого 2 недели не прорастали. А сказать почему? Те, которые прорастали, высосали всю влагу. А значит, что эти не могли продолжать прорастать, потому что для них влаги не хватило. Стало переносить тепло плюс 20 на 2 дня. Затем 2 дня плюс 4. Заметьте. Вот. Собождают люди. Плюс 4, плюс 20. Прорастло еще несколько. Вот. Теперь. Порасколотая. Из 3 расколотых до сертификации. 2 косточки снили. Одна проросла. Через 8 дней расколола оставшиеся косточки ножом. 2 сгнивших. 2 заплесивших. Остальные начали поросать на третий день. Пока из них 6 проросших. Одну провредила при раскрытии ножом. 5 лежат на песке не проросшие. Из 20 косточек 7 не проросло. 5 лежат. Остальные дали корешки в жертву стакана. Сейчас поймите к чему это так долго. В половине косточек 2 семени. После сертификации косточки. Мягкие или корешки в жертву стакана. Ребята, я почти все знаю. Но вот я не знаю. Можно ли разделять эти 2 семени или нельзя. Пожалуйста, у кого есть опыт. Или кто испытает этот момент. Вот эти самые так называемые. Сори, двоицовые близнецы. То ли одноицовые близнецы. Надо разбираться. В половине 2 семени. Если их разделить 2 раза больше, то я этого не знаю. Редкий случай, когда я что-то не знаю. После сертификации кочки мягкие. Легко раскрываются ножом. Расколола. А, это все касалось. Внимание. Это все касалось. Нет, мы уже переходим в Украину. Так. Не на Лугунова это все писала. Так. И вот после того, как у него опыт есть. То есть, уже ножом помогала. Дальше. Про абрикосы. Потому что соблазн. Твои абрикосы раскалывают. Расколола до сертификации несколько костей. Абрикоса. Уже не персика. Приобретенных у вас. Это смысла не имеет. Повреждения. Гниют. Без раскалывания. Проросло 80%. То есть, какой смысл, да? У нее мои косточки прошли без шага раскалывания. Порослание началось на 55-й день. Мотайте на ус. Сихотеринского. Самый скоропыжный. И продолжалось до 80-го дня. Ну, давайте вспоминать. Какие сроки давал. Абрикосы. Цертификации от полутора месяцев. Помните, до двух с половиной. Вот, попадает она. 55-8 дней. Попадает. Синий процент пока мало. Спасибо за видео по сертификации. Нина Лугунова. Так, я тут немножко спутал. Тут у меня еще будет ниже, наверное. Да, будет ниже еще и Сахарин. Вот. Но вы понимаете, что это начинает прорастать уже технология нашего друга Валерия Александровича из Сумской Украины. Так, смотрим дальше. Самый успешный, опытный раскалыватель хосточек в нашей группе Валерия Александровича. Это я специально выделяю. Почему? Я собрал информацию про него в таком виде. Внимание. Вот он расколол косточки персика Хасанского. Вот они. Первители лежат. Смотрите на схожесть. Прибывались. Вот в таких контейнерах. Дальше. Ну что я скажу. Ну что я скажу. Вот наш новый учитель. Валерия Александрович. Видите, это было 23 февраля. Допустим дальше. Вот уже в контейнерах сформировались саженцы. Уже в таком виде их можно высаживать. Почему? Великолепно у него получился результат. Смотрим дальше. И однажды случилось следующее. Его персиковые косточки. Уже его, уже не мои. Персиковые, а Хасанские. Поехали в Канаду. И в Канаду поехали мои косточки. Семечки не помню. Косточки абрикосов, слив и так далее. Перед вами первый сход уже в Канаде. Вот с новосельем. Это венгерка богатейская. Поздравляю с новосельем. Первое, это самое. Первое, первое. Путь был долг через Израиль. Вот. Были какие-то хитрости, которые могли, могли помешать хорошую схожесть. Но горько, когда приходится вот таким путем, вот меня видно, нет, вот таким путем пересылать семена. Вот. Как будто мы не люди. Вот таким путем. Вот. А тут уже пытаются взойти мои семена. А это те самые, это те самые, уже в Канаде, те самые косточки уже от друга земляка, Валерия Александровича. Из Сумской области. Вот так. Согласитесь, что качество высочайшее. Да. Да. Согласитесь, что качество высочайшее. Согласитесь, что качество высочайшее.